Доброе утро! Не знаю, возьмет ли Жека этот кусочек к себе в ролик, но на всякий случай расскажу, пока он спит, потому что мы не спали практически всю ночь. Для меня и моей дочери это была первая ночь в тайге, и, наверное, она была самая ужасная. Жека нас постоянно успокаивала, говорил, девчонке, беспокоиться нечего, рядом со мной нож, топор и заряжены эти сигналы, которые отпугивают животных. Все классно! Поднять надо, да, как-то? Могилка детская. Чей-то ребенок лежит. Вот так вот южные люди загорают в Сибири! Это невероятно! Да, это очень приятно! Да, это очень приятно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прикольно. Какая большая. Нам тут будет комфортно. Нормально как место. Комфортно, тепло и уютно. Закрываем шатер. Потому что данную палатку можно использовать как летний шатер. То есть открыть все окна, двери и не будет кусать мошки. Так как у палатки присутствует москитная сетка. Улетит. Сложно было. Вообще классное. Две взять. Классное, классное. Куда две? Забиваем наши колья. Сейчас мы сделаем растяжки. Забираем. Забираем. Сейчас я вам сдаю вот так. Таисия, Таисия, Ну-ка, попрыгай. Расстаю полную. Да, очень большая. Класс. Комфорт. Что ты будешь делать? Да пока нет. Ну-ка. Ну-ка. Добываем дрова. А маленько позже будем делать мост. Вот через эту речку. Ну-ка. 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 У меня чайничек, копилочек. Расстояние большое. Так, сейчас переходить будем через наш мост Бабшая Бережа. И что ты говоришь там с собой надо брать? Отправляемся за водой. То есть когда идете от лагеря куда-нибудь вдаль, то есть на дальние расстояния, то всегда берете с собой стопор. Это талина, а вот ее сувель. То есть можно вырезать посуду, чашечки, стаканчики, ложки. Можно сделать вода. Пискистая, там такое полетеное дерево. Как порода творит. Тут была столовая. А в палатках спали вот здесь вот. То есть вот здесь вот была эта. Ну разбит был лагерь. Вот тут вот рядом. Да. Вот сюда вот. Вот сюда вот. Да потому что и время. Чай же мы будем пить? Да. Ну вот нам надо вешать в котелок. А, я поняла, поверьте. Котелок же нам вешать надо куда-то? Да. Все, поняла. Ой, это так прикольно, я не могу. Ну вот здесь мы будем готовить. Готовить чай. Вкусный сметуньками. Вешай, Тася. Повешай, конечно. Вот сюда, да? Да. Вот это вот так вот. Берем. Да? Да. Она плохая березь, да. Да, да. Все. Готовим чай. Ох, высокая пожароопасность же у нас. Четвертая категория. Ну хотя мы около ручья. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Да? Да. Хотя мы около ручья. Такой вот костерчик. Вот. Делаем небольшой окоп, чтобы не распространялся огонь дальше. Дальше. Не полз. Так. Сегодня мы будем заваривать очень вкусный витаминный чай. с сибирскими астралами. Здесь плевис, белоголовник, душица, молодушка. И вот еще одну какую-то я забыл. Ой, все распустилось, все пахнет. Ребята тут. Так. Свети. Вот. Говорили. Наш чаёчек. Витаминный уже идут. Таёжные ароматы. И дадим настояться ему. Ну минут пять-десять. И можно пить. Друзья, это такой запах. Ух, божественный. Вот так вот. Сейчас будем гамак устанавливать. Гамак у нас будет висеть в живописном месте над речкой. Тася, а тебе понравится? Я не сомневаюсь. Не лежала ни разу в гамаке? Нет. Ну вот, будешь лежать. Раскладываем гамак. Тут очень классно. Да. Настоящий релакс, да? Речка бежит. Гамак стоит, висит. В общем, такое вот живописное место. Выбрали специально для нашего гамака. Ну и для нашей лотос-5 мансарда. Так, сейчас мы с Ниной пошли на старое, можно сказать, заброшенное кладбище. Посмотрим могилки старых жителей. Староверов, да? Староверов, да. Прогуляемся маленько. Ну, хоть гулять и опасно здесь, конечно. Можно невзначай встретиться с дикими животными. Ну, маленько. Идем. Откликаемся, чтобы не получилось неожиданной встречи. Могилка детская. Чей-то ребенок лежит. Прям маленькая, да? Угу. Вот здесь где-то, вот с вороток и там парень. Фотография есть. Молодой. Тоже обозначений нету, ни памятников уже. Ничего. Ну, кладбище намного лучше, чем у нас в поселке. В поселке у нас завалы, а здесь как в сосновом бару стоит. А в поселке? А в поселке там пихтач, береза. На кладбище. Ну, мы рвать их, конечно, домой на еду не будем. Вот так вот выглядит сморчок. Вкусный? Вкусный, нежный очень. Их жарят. Их прям так можно жарить. Вот могилка молодого парня. Уже даже года стерлись. Выгорели. От солнца. От непогоды, от лютой сибирской зимы. Уже ничего не осталось. Ну, так вот живем, живем, раз и. И уже и родственники не придут, наверное. Вот так вот раньше огораживали. Обухаживали. Обухаживали могилки. Калиточка есть. Калиточка даже. Но сохранилось еще. Железо уже практически все гнутое. А вот дерево, а дерево живет, стоит. Ну, уже столбики уже сгнивают. Даже калиточку делали. Она еще и работает. Ну, с крестом, конечно, там уже беда. Вот у нас бы на кладбище, знаешь, там бы все в траве было. Там травы вот столько бы вообще. А здесь смотри. Почему? Никто это не ухаживает. И видишь, как сохраняется. Ну, потому что место сосны, видишь? Травы здесь. Вот так, сосны за травами растут. Да. Вот это вот настоящий сосновый бор высажен. Да, немного неприятно ощущение на кладбище, да? Нет, ну они не приятные, но так, есть ощущение, что на чужую территорию заходишь. Да. Ну и конечно жутко, что столько детей. Ребятишек много. В один год. В 64-65. В один год вообще все ребятишки, да? Угу. Собрали березовый сок. Вот столько вот у нас вышло. Можно пить очень вкусный и полезный. Так, сейчас мы будем готовить борщ. Кого? Вкусный-привкусный борщ. Да, вкусный-привкусный борщ на костре у нас. С мясом? Не знаю, что с мясом? Нет, мы не готовились для мяса. Мясо с вечером и завтра. А, да, мясо у нас завтра есть. С тушенкой, у нас тушенка есть. Так что давай с тушенкой. Живем мы сегодня. Для подвески. Что, оператором? Можно. Конечно. Так вот ломают в лесу дрова. То есть вставляют промеж деревьев и на два мылуют. Раз. Два. И вот так вот. Нож, если честно. Нет, я не знаю удобно или неудобно. Я пока еще не попробовала, но он очень крутой. Вкуснятина уже. Какая еще вкуснятина? Это картошка. Но все равно выглядит вкусненько. Как ты руками это делаешь? Давай вот сюда. Что, думаешь, еще почистить? Да хватит. Так, спускаем тушенку в наш борщ в будущий. Купили вот такой борщ, чтобы нам не заморачиваться тут. Со свеклой, с морковкой. В общем, с капустой все уже готово. Ну да, прошло уже 10 минут. Мы думаем, наш борщ уже готов. Что-то мы даже лук зажаривать не стали, да? Не надо, но. С картошечкой с тушеночкой. Ну что у нас тут получилось? Ёшкин кот. Это просто... Даже зелень, в районе зелени... Затерялась. Затерялась. Затерялась, но не видно ее здесь. Смотри, какой налаж получился. Что снимать? Как мы ложкой суп накладываем. Всё. А вот картошка, которую ты на дне, ты ее кому оставляешь? Да ее там нету. Я ее не вижу. Я ее не вижу. Давай я буду тебе выкладывать все густенькое. Нина, картошку не ест как-то. Удивительно почему-то. Ну я не то, чтобы не ем. Я просто ее не люблю. Я просто ее не вижу в супу. Просто картошки в супу нету у нас сегодня. В борще. Да, на, на. Не, это невероятно вкусно будет. Я так думаю. Блин, а картошки правда нет. Ммм, это вкусно. Ну, хотели хлебать? Хотели хлебать? Да. Что-то я даже майонез перехотел вложить. Нет, положу, наверное. Клади, а то так мало картошки, что ты будешь голодный. Да. Вообще, после такой еды я ничего вообще не охота делать. Выливать тебя? Да. Конечно. Берешь вот так раз. И терпишь. Очень долго. Очень долго. Кстати, тебе картошку принципиально? Нет. Ее там нет. Не, ну если я найду, я буду просто Жене в тарелку снять. Испытание фильтра походного в походе. То есть, вот что мы видим на выходе. Бежит полностью питьевая вода. Вода. А мы сейчас уже продемонстрируем. Мы уже насобирали. Вот. Прозрачная, совсем прозрачная. Вот. То есть, бежит. Это. Сейчас выше подниму. Бежит вода наичистейшая. Можно сказать, что с родника. Вкусная, кстати. Да, очень вкусная. Что с родника льем. Невероятно, но факт. Красиво. Это я в гамаке, а я вот сейчас вот так раз. Жене скучно, так сказать, поэтому он пилит деревца. Пилит. Пилю, ага. Рубит. Топором пилит дерево. От того, что мне скучно. Ну что, друзья, у нас уже падает вечер. Наступают сумерки, падают сумерки. Сейчас будем готовить самое вкусное, да? Мясо. Сейчас будем мясо жарить. Кто не любит мясо? Кто любит мясо на природе? Ну а сейчас пьем вкусный чай. Из пакетиков. С витаминами. Таежными. Называется пыль бразильских дорог с таежными витаминами сибирскими. Так что сейчас идем за мясом. У нас тут, так сказать, а-ля холодильник. Да, вот в таком холодильнике у нас находится мясо. Мясо, то есть курица, шашлычок, все в холодильнике лежит. Надо второй кусочек. Ой-ой-ой. Давай два кусочка, наверное, ну. Будет нежное мясо, наверное, у нас выйдет. Да? Угу. Ой, тут куски прям здоровенные. Вообще, она сейчас запечется. Ну, если мы помним, что трасс такой большой кусок запекли. Да. А этот, да? Ой, я сцарапалась. Где? Где зни? Это же тайга. Это лес тайга. Сибирь, матушка. Вот, чтобы все соки там сохранились. Нам надо сохранить все соки. А можно еще положить в фольгу, а потом в глину. Глину еще обмазать, замазать полностью. Да? Да, она тоже хорошо получается. В общем, фольгу делаем два слоя. Еее. Еее, наш чудо готово. Да, вот туда сможешь положить? Вот сюда? Да. Положили, в общем. О, засыпали углями. Что-то я чувствую, будто вообще, да, Шадево? Дай бог. Ты думаешь, нет? Надеюсь. Если мясо хорошего качества, то будет. А почему оно должно быть плохого качества? Ты думаешь, тут что-то другое? Не, ну, в смысле, есть прикольно, кстати. Вот мы же с тобой брали мясо. В прошлый раз готовили. А, ну да. И оно было жестко. Так, прошло уже порядка, наверное, около часа, да? Да. Сейчас будем смотреть. Что-то я даже сушу ее взять не могу. Сюда и двигатель. Сюда. Ох, сейчас остудим. Сейчас вообще будет это. Мне кажется, будет очень вкусно. Сегодня хотим посидеть у Нади. Ночной костер сделаем. Очень теплый. Чтоб нам было комфортно и без комаров. Сюда. Самое главное. Так, сейчас мы будем смотреть, что у нас тут получилось. Что же шашлычок под коньячок. Коньячка у нас нету, правда, один чай пьем. Зачем нам пьем? Слушай, а вообще запах, запах просто. Ну-ка, Ним, почувствуй запах этот, аромат. О, здорово. Ну, я говорю, там, походу, вообще, да? Сейчас мы откроем на камеру, ребята, вы это, разворачивай. Я боюсь, на тебя угли упадут. Да пускай упадут, давай. Не наклоняй, не наклоняй только его. Ну, я боюсь, что на тебя угли упадут. Да не упадут. Ну, конечно. На меня уже не упадут. Пускай лучше туда в мясо падает. Слушай, это просто... Надо как-то открывать, чтобы людям видно было. Нет, это просто... Да людям все видно, кстати. Такое ощущение с картошкой, что тут все запеклось у нас так. Ну-ка, Лучок, Лучок. Вот такое вот произведение у нас искусство. Просто запеченное мясо с луком. Еще... Сейчас у нас будут вкусные соусы. С соусом, да? Да, у меня мама готовит соусы к мясу. Божественные. Апельсиновый джем к мясу. Острый. Можно я так пальцем нарезать? Не сладкий, что ли? Он сладкий и острый. Очень вкусное сочетание мяса. Да, ну апельсиновый джем к мясу. Со сладким, а потом в конце очень острое. Это как так? Ну, со стейком вообще божественно. Отдает апельсинами. Да. Отдает апельсинами. Да. Что-то наподобие. Абхазская, по-моему, абхазский соус. Ну, их много, но просто то, что я быстренько достала. Да она сама все делает? Да. Здесь, что ли, в Казе? Да. А как так? Ну, берет продукты и готовит очень вкусно. Всякие, всякие... Я в восторге. Я просто вообще в соке. Ладно, мы тебя угостим. Как так-то? Вот это апельсиновое, вот это я впервые вообще... Чтобы были острые апельсины. Да. Еще есть джем чили, который готовится из болгарского перца сладкого. Остро? Горит все. Сася, кажется, ты не выключил запись. Иди пробуй. Ты куда? Нина. Я вот хочу тебе сиденье. Зачем? Чтобы мне было удобно. Ты ложись, так, на землю. Ребята, вы не представляете, оно прям прожарилось вообще, смотрите. Да, мило. О, полностью. Вот, классно. Даже внутри. Мягкое? Не знаю, не пробовал. Хлеб покажу. Доча, будешь садиться? Давай садись с этой спиной. Мясо пока не пробовала. Ой, что-то горит. Иди на мне куртку. Не, мне хорошо. Я боюсь, что ты просторишь. Ммм. Вообще мягкое. В тот раз было хуже. Вот, я же тебе говорю, плохое мясо было. Я никогда не думал, что зависит от мяса. Я думал, когда жарят, здесь что-то не то. Качество мяса бывает очень плохое. Чем кормят животное? Ммм, мягкое, да? Класс. Вот это мясо. Не зря мы это взяли. А разрежь, Тася, пожалуйста. Не зря мы взяли это, да? Угу. Там что, все видно? Кусочки большие вообще, да? А что они такие большие куски-то делают? Чтобы сок сохранялся. Ммм. Меня все ждет. Вот что я, наверное, на поляне буду спать. Убежит. Вообще, кемпинг. Поели. Палатку засними нашу красивую. Поели, подкрепились. Ну вот и свечерело. В общем, Тася жгет костер. Почти. Наготовили дровишек маленько. Маленько. Нет, пониже. У нас огромный костер. Ребенок захотел жареной картошки. Поэтому мы будем жарить. Ну, попросил маленько, поэтому мы сейчас пожарим пол картошки. А что, уже нагрел? О, уже все закипает, наверное. Ну, нет, подожди, не садись. Пережет. Пережет. Ну, все, масло, наверное, раскалилось. Угу. Ага. Ну, сейчас надо быстро. А что мы попробуем? Угу. Угу. Пожарили картошечку. Получилось, думаю, очень вкусно. Так что, сейчас Тася будет снимать. Какая камера классная. Вообще. Нина накладывает картошку. Давай. Звездочки. Красиво? Ага. Укладываемся. Спать. Утром включимся, если нас не съедят. Ну, двери никому не открывать. Самое главное. Кто бы не стучался, да? Да. Кто бы не стучался. Что? Кто? Кто? Фуф. Кто? Фуф. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для меня и моей дочери это была первая ночь в тайге, и, наверное, она была самая ужасная. Жека нас постоянно успокаивала, говорил, девчонке, беспокоиться нечего, рядом со мной нож, топор и заряжены эти сигналы, которые отпугивают животных. Все классно. А сам вообще так переживал за нас. Несколько раз выходил из палатки, потому что здесь какие-то дикие собаки бегали, гавкали по горам. Было, конечно, жутко вообще. Очень страшно. Всякие разные картинки вырисовывались. Он сказал, что вы можете не беспокоиться, я вас буду защищать. Я говорю, но только не ценой своей жизни. Он говорит, если я почти месяц выжил в тайге, то уж я здесь-то как-нибудь решу свои вопросы. Ну, в общем, вот теперь он спит. Мы очень сильно замерзли. Сейчас палатка нагревается на солнце, и там внутри капает вода. Вот. В общем, я вышла, потому что у меня уже нет силы лежать. Попробую разжечь костер, не знаю, получится ли у меня. Вот. Дочь сейчас проснется тоже, выйдет. И переложим Жеку тогда в более теплый спальник, потому что он очень сильно замерз. Он отдал нам свой теплый и лежит мучиться. Вот. Пусть выспится, а мы пока послушаем пение птиц. Собаки так до сих пор и лают, бегают там по горам. Вот. Ну, сейчас уже утром уже не жутко, ночью ужасно, конечно. Утро, если честно, классное. Несмотря ни на что, я вообще хотела сегодня уехать. Прямо сразу же позвонить и вызвать машину, насколько возможно близко, и свалить отсюда. А Жека сказал, нет, нет, мы отдыхаем до конца. Я думаю, боже, какой же это отдых. Вот. Ну, в тайге так, да. Ну, утро классное. Все в рассе. Вот это сочетание зеленого, этих сиреневых цветов и белой росы. Очень красиво, солнце греет. Как только солнце поднялось, палатка начала нагреваться моментально. Так было очень холодно. Тут гамак висит, весим в воде. Ну, и не. Ну, классно. Вкусно пахнет, птицы поют. Ночью летучие мыши летали, блин. Просто было ощущение, что они ездят на Порше и Ламборджини и очень резко тормозят. Прямо практически в нашу палатку. Ну, и от них не было страшно, было весело. Мы смеялись. В общем, пойду подышу. Смотрите, какая красавица. Да, доброе утро, привет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Ночь прошла просто бессонное. Лицо как будто... Выпили. Как будто бухали вчера, блин. Отекшее все. Ну, сейчас разогреваем борщ. Вчерашний наш. Ночью был сильный, кстати, заморозок. Минусовая температура. Сегодня мы будем готовить курицу на вертеле. В общем, выйдет вкуснотища должна быть. А есть у нас перец? Только соль? Соль с перцем там сразу. Да. Я сразу в перемешку насыпал. Короче, товарищи, если вы когда курицу делаете, белое мясо, оно всегда безвкусное. Вот так вот пальцами прям под кожу залазите, и туда масло, соль и все специи. И хорошо-хорошо филе промазываете. И если у вас курочка минут 20 полежит, а даже если и не полежит, ну, в общем, вкус у филе действительно будет прям массаж. Вот так. Со всеми специями. Будет не сухое, безвкусное филе, как обычно, а классное, сочное. Курочка, да? Давай соль. Хватит? Да. И прям в фольге ее за этой вынь, да? Да. Тогда ей ждать не надо. Слушай, ну ты шедевр, да? Ну, не надо. В следующий раз я возьму специи, и тогда и будем делать реально очень вкусную курицу. Укладываем нашу курочку. Что, все, солить ничего не надо? Ничего не надо. Заворачиваем, да? Вот масло, я могу сказать, не очень. Надо для курицы брать масло, которое нерафинированное, подсолнечное. С запахом, что ли? Угу. Почему? Ну, оно лучше, курица намного вкуснее получается. Оно же для салата получше. Ну, вот я тебе говорю, курица получается намного вкуснее. Слушай меня. Ой, ну ты потом сама-то это сделаешь. Да, сделаю. Я все возьму, ты потом все же сделаешь. Я все возьму, а ты все давай сделаешь. У тебя ничего нету. Курицу возьми. У меня ничего не выйдет просто. Да? Я обычно прихожу в лес, приготовил вкусное что-нибудь. Не так, конечно, там с приправами, со всеми. Это не особо. Ну да, просто блины делаешь с пельменями. Да. Отрывай и еще вот так лист надо разложить. Надо, короче, вот так еще. Да, да, да. Я пошла руки мыть, а то у меня от соли сильно. Все, сейчас раздвигаем наши угли и закидываем нашу бомбу. Вот такую. Ребята, настоящая бомба получилась. Реально смотри, какая-то бомба какая-то. Тут, короче, такая температура, где-то минут 20 ей достаточно будет. Да. Да ты что, тут вообще жар. Вот здесь вот уже все жарится прям. Варится. Ну все, засыпаем углями. Всеми. Интересно было. Девчонки пошли делать заплыв. Давай. И вот тут можно постоять. Горная речка. Но очень ледяная. О, какой кайф. Холодная вода. Вообще капец. Нужно было сказать, очень холодная, да, для видео высококультурного. А то я со своим вообще капец. Да, нормально. Офигеть. Слушай, когда мы там проходили вброд, было намного теплее. Я не знаю, что это. Теплее? А потому что она тут более протос. А может просто потому что нужно было пройти, и я не заметила. Офигеть. Прям сводит ноги. Сводит. Сегодня будем за место хлеба передумали мы, короче, шаурму делать. Да, и времени у нас особого нет. Лаваша не было армянского. Будем пшеничную лепешку есть. Не думаю, что это так вкусно, как армянский лаваш. Ну, что есть. Ох, нам надо как-то сейчас курицу достать отсюда. Ой, она, слушай, она уже, слышишь? Нет. Как сок она уже издает. Ой, друзья, идемте. Так, постелили лепешку. Сейчас будем прям курицу выкладывать на нашу лепешку, чтобы она пропиталась сочным соусом, да? Да. Я не знаю, но так же палочками... Ты притинь, она реально поджарилась, короче. Да. Ты смотри, ехать. Ну ничего, корочку снимем, значит, а внутри она будет хорошая. А как так-то? Надо было давно ее уже, это... Ты смотри, она как зажарилась. Ну и что? Я тебе говорю, температура была... Не надо так снимать, просто кожу снимем и все. И как ее туда сейчас помнишь? Ножом подхвати и перенеси на лепешку. Потому что все самое вкусное все равно здесь. Самое вкусное там? Смотри, снимай. Она записана. Соусом. Горошек. Зеленый. Несколько чудных фруктов. Не надо это есть. Чудные какие-то овощи или фрукты. Невкусные. Я не знаю, что это такое. Вот такие маслины никогда не берите. Они очень плохие. А что это? А их с чем вообще можно есть? Ну, когда они хорошие, то они очень вкусные. Тебе бы понравилось. Ну, это просто прям какое-то... Темно. Да? Угу. Так ты что мучаешься-то? Смотри, как это все делается. С моим ножом-то. Раз и. Все. У нас даже курочка получилась супер сочная, да? Да, белое мясо супер сочное. Я думал, оно обычно сухое это. Да. А из-за чего? Ну, в фольге, потому что в собственном соку никуда ничего не утекало. Плюс промаслили, просолили. Да? Угу. Просто ничего не охота вообще делать. Ты как ешь, тебе вечно не охота ничего делать. Ты только поешь и скажешь сразу, все, пошли. В снег, да? Да. Муха! Ты ешь маслины, Ер? Они не вкусные. Они непонятно вообще, как у кого. Не надо их есть. А почему они плохие? Ну, так их сделали. Да, все зависит, как вы сделали. Ну, от компании, да. На самом деле, обычно делала классно, я не знаю, может, чисто в Мариера. По заказу Мариера. Так они, что должно на вкус быть? Я что-то не могу понять. Я ни разу не ел вообще. Ну, и не ешь, потому что ты потом будешь говорить, что это фу. Хотя, на самом деле, это не фу. Ну, хотя есть люди, которые не любят маслины. Любят, например, только оливки. Это точно такое же, только зеленое, как горошек. Ну, оливки где-то я видел у нас, мгленивые. Так, все, мы руки мыть? Намочить столпетку. Да, можно, можно, что-нибудь это. Так, идем на снежные горы. Освежимся маленько. Так как на улице плюс где-то... Ну, плюс 28, да, на солнце. У меня аж загорает. Смотри, загорает кожа. Дальше больше у нас. Плюс до 30, наверное, доходит. Так что надо маленько освежиться. Подышать прохладой. Снять эту жару, усталость. В общем, вот сейчас идем. Зашли на гору. А тут даже, Анадь, под вид, встретился вот такой большой сувель. Прям здоровенный. То есть береза, ствол можно обхватить рукой почти весь. А сувель очень здоровый. Но, судя по всему, он уже старый. Начинает гнить. Превращается в эту втруху. Вот, подделки из него, я думаю, уже не получится. Ну, такой забавный сувель. Ну, мы уже вышли на снег. Маленько осталось добраться до снега. Вот так вот южные люди загорают в Сибири. Это невероятно. Да, это очень приятно. Вторые сутки живем в тайге, друзья. Все, устали маленько от отдыха. Собираем, в общем, наш лотос. Гамак еще висит. Будем ждать машинку. Так что, надеюсь, сегодня машинка приедет без приключений. Да? Да. Женя чуть не захлопнула. Можешь ее разобрать и еще раз это сделать для видео?